Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. Иногда нам хочется добавить в свое вязание интересные акценты или детали. Ими можно придать изюминку вязаному изделию, либо создать правильные пропорции. Например, карманы на вещах больших размеров зрительно уменьшают объем. Они также разбивают полочку на части, отчего она уже не кажется громоздкой. И сегодня я предлагаю Вам разобрать, как вяжется прорезной карман спицами, для того, чтобы Вы могли применить эту технику в своих изделиях. Итак, для того, чтобы связать карманы, нам понадобится дополнительная спица, у меня вот такие короткие круговые, в принципе разницы нет, и бросовая ниточка. Берите такую, чтобы не было ворса, потому что потом нам ее придется вытаскивать. Далее маркерами мы размечаем места, в которых у нас будет карман или карманы. У меня вот будет два кармана вот здесь. Я уже все разметила. Итак, вот мы довязали до петель кармана. вот тут у нас будет карман, маркер можно снять. Берем дополнительную спицу и бросовую ниточку. И вот эти вот петли, которые мы отсчитали для кармана, мы провязываем дополнительной ниточкой. У меня тут 18 петель, сейчас я быстренько их провяжу. Такие карманчики можно вязать как в лицевой глади, так и с разными узорами придумывать что-то. Но сейчас вы все поймете. Так, все провязали. Теперь я спицу передвигаю. И продолжаю вязать рабочей нитью полотно изделия. То есть я провязываю эти же петли, которые мы провязали бросовой нитью. Вот что у нас получилось. То есть вот эта бросовая ниточка у нас разделяет вязание на две части. Сейчас я сделаю то же самое с петлями второго кармана и продолжу вязать изделия той длины, которая мне необходима. А потом уже вернусь к карманам. Итак, смотрите, я подготовила места для будущих карманов. Сейчас я довяжу изделие до конца и потом вернусь к вязанию карманов. И смотрите, нижний ряд петель, то есть вот это у нас будет нижний ряд, потому что у нас низ изделия вот здесь, мы можем собрать на ниточку при помощи иглы. Вы сейчас поймете почему. А верхний ряд сразу поднимаем на спицу. То есть мы подхватываем вот здесь вот петельки, которые держит наша дополнительная ниточка. Тут вот буквально по одной петельке надо вот так вот собирать и распускать ниточку. И по одной ниточке, по одной петельке вернее, подцепляем с двух сторон и достаем ниточку. Вот таким образом. Все, надо поднять все петельки. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Все, вот эти петли собраны, еще вот эти надо подцепить. И хочу обратить ваше внимание, кроме тех петелек, которые у нас держались за счет дополнительной ниточки, мы здесь еще должны подцепить вот эти вот дольки тех петель, которые стоят рядом, для того, чтобы не было вот здесь не образовалось никаких дырочек, вот, то есть я оставляла 18 петель, подняла с двух сторон и сверху и снизу по одной петельке дополнительной, у меня на спицах теперь по 20 петель, вот, и здесь, и здесь, вот таким образом у нас сейчас выглядит карман. И смотрите, почему мы вот эти петли поднимали на спицу. Сейчас мы поворотными рядами начнем провязывать вот эти петли до той длины, чтобы у нас сформировался карман, то есть вот эти петли у нас пойдут туда, вглубь, там значит у нас карман развернется и мы придем вот сюда, поднимем вот эти петли, объединим их, потом провяжем по две и свяжем резинку, уже резинка пришьется у нас вот здесь и теперь мы вяжем необходимую длину мешковины кармана, вот этими спицами с верхней, с верхнего ряда петель, то есть карман будет уходить туда. вяжем лицевой гладью, в лицевых рядах лицевые петли, в изнаночных рядах изнаночные петли, кромочные снимаем, за них мы потом сошьем боковинки кармана, все самостоятельно вяжите ту длину, которая необходима, так полотно кармана у меня готово, то есть это будет выглядеть примерно вот так, вот так вот кармашек будет, и теперь смотрите, что мы делаем, я остановилась вот здесь, вот у меня ниточка, перетягиваю спицу в ту сторону, иголку ввожу обратно в петли, и сейчас я на вторую спицу, так вот попеременно, с иголки, со спицы, с иголки, со спицы, переснимаю все петли по очереди, так, теперь эту, спицу, вот таким образом, по очереди все петельки надо нам переснять на эту спицу, таким образом у нас все петли теперь на спице, то есть сейчас здесь 40 петель, теперь эти петли нам нужно провязать по 2 петли вместе изнаночными, вот видите, я получается нахожусь с этой стороны кармана, здесь у меня низ изделия, надо, чтобы этот ряд с лицевой стороны были лицевые петли, значит вяжем изнаночные, по 2 петли, так, смотрите, пожалуйста, чтобы у вас петли не перекручивались, если вы подняли так, что у вас петля получается перекрученной, переворачивайте ее, у меня петли встали не той стороной, поэтому я буду переворачивать, то есть если они перевернуты, они очень удобно провязываются, итак, этот ряд провязан, вот так вот все выглядит с лицевой стороны, и теперь нужно провязать какое-то количество рядов резинкой, я провязываю резинку 2х2, вы можете вязать любую резинку на свое усмотрение, и вот смотрите, провязала я 6 рядов, вот что у нас получается, это уже вид так, как оно будет, вот он карман, вот так вот здесь это выглядит, и с изнаночной стороны, здесь вот такой вот, вот такая мешковина кармана, что я сейчас сделаю, я закрою петли, показывать уже это не буду на камеру, оставлю ниточку подлиннее, пришью вот этот вот манжетик, аккуратно вот здесь, дальше ниточку уведу сюда, сошью боковую часть кармана, и второй ниточкой точно так же пришью здесь, уйду наизнанку, и сошью боковую часть кармана, вот вот так вяжется прорезной карман. Субтитры создавал DimaTorzok